Сегодня хочется рассказать о том, что еще важно учесть в конкурентной борьбе, особенно если мы выходим на иностранный рынок или создаем какой-то новый инновационный проект, новую компанию или продвигаем новый товар. В принципе, я хочу говорить о творчестве человека, об изобретательстве и роли изобретений и иного результата интеллектуального труда в бизнесе. В принципе, изобретательство является спутником человечества с самого начала истории. Однако только недавно мы начали смотреть на интеллектуальный труд как на товар. И для сельского хозяйства это также важно. Если так вздуматься, то, в принципе, сельское хозяйство именно было той сферой, которая послужила первой войной цивилизацией. И на сегодняшний день даже в международной патентной классификации самый первый класс это именно связанный с сельским хозяйством. И на сегодняшний день, когда мы сталкиваемся с такими тяжелыми условиями, просто невозможно быть конкурентоспособным, если мы не создаем ничего нового. Даже можно обратить внимание, сколько денег и сколько труда вкладывают иностранные компании в создание нового продукта. И не важно, что это было, это какое-то устройство, станок или новый сорт растений. Прошу обратить внимание на тенденции патентования, мировые, какие сейчас здесь. Тут есть последние данные Всемирной организации интеллектуальной собственности. К сожалению, есть только до 2012 года. Более новая статистика появится чуть позже. И тут как бы светло-зеленые столбики – это заявки на изобретения, поданные резидентами разных стран, то есть гражданами и компаниями конкретных стран. А темно-зеленая область – это заявки на изобретения, поданные нерезидентами, то есть иностранцами. И, насколько видно, общая тенденция изобретательства и патентования постоянно растет. При этом около 30-40% всех заявок на изобретения подают иностранцы. На этом слайде представлены вообще мировые лидеры изобретательства в сельском хозяйстве. Хоть Украина аграрная считается страна, но, к сожалению, пока нас тут нет, но мы очень надеемся сюда попасть. И, как видим, лидирует у нас Япония, потом идет США. Очень много заявляют европейцы. Среди европейцев есть Германия, также Китай и Австралия. Еще хочу вернуться к предыдущему слайду и несколько цифр конкретных представить из всей этой массы. Допустим, в 2012 году было подано 2 миллиона 350 тысяч заявок в мире на изобретение, из которых 35,5% почти – это заявки иностранцев. Я тут уже что-то нащелкала. Нет, 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 нет. Однако, в принципе, нам не хватает одних только изобретений. И мне, в принципе, понравились очень 2 предыдущих доклада, которые говорили именно о важности самого бренда. Потому что нам, в принципе, не хватает. Недостаточно только создать качественный продукт, новый, классный, представить его обществу, покупателю. И хотя бы, хоть и можно считать, что человек сам все выберет, он сам все поймет и найдет для себя нужный товар. Однако, важность бренда все-таки играет очень важную роль. Потому что сегодня, как бы, нам не хватает всего только удовлетворить какие-то физические потребности, там поесть, попить, одеться. Но нам уже важны совершенно другие моменты. Потому что продажа, она уже становится психологией. Важен сам момент покупки. И человеку очень важно, как бы, то, что он чувствует при приобретении любого товара. Это может быть статус, это может быть, он ассоциирует этот продукт со здоровьем, с красотой. И бренд, это, в принципе, то, что представляет человеку товар. Это не только информация, но и с другой стороны, это привязанность. Товарный знак, он помогает нам выбрать товар. Он помогает отличить одного производителя от другого. Это значит отличить одно качество от другого качества. Но, в принципе, с другой стороны, товарный знак – это что-то такое, связанное даже в определенном смысле с любовью, любовью к бренду. И этот бренд надо ценить и не забывать, что товарные знаки тоже надо защищать. Ведь, вообще, охрана интеллектуальной собственности – это, в принципе, наши механизмы, которыми мы обороняемся от своих конкурентов. Вот конкурентов не любит, в принципе, никто. И это факт, и мечта, наверное, любого бизнесмена – это вообще получить монополию. Но монополию можно получить только в одной области. И это именно патентование, это защита товарных знаков, это защита новых сортов растений, животных и так далее. Это все то, что гарантирует именно государство, производителю. Это, как бы, вознаграждение общества, предприятию за вложенный труд. Это в труд, за вложенный труд в новый товар. В конце концов, в развитие вообще общества, технологии и самого товара. Евгения, у вас три минуты остается. Спасибо, я сейчас быстренько. Просто я никак не справляюсь. Тут есть общая тенденция мировая по подаче товарных знаков вообще в мире. В принципе, как бы, проценная часть иностранцев тут похожа, как и с изобретениями. Однако, сами цифры более заоблачные. И, опять же, тут уже в 2012 году почти 5 миллионов заявок подали, допустим, резиденты. И около 30% не резиденты. В принципе, что это значит? То, что, идя на другой рынок, предприятие обязано просто формировать свой патентный портфель, который ему нужен там для выживания. И из всей мировой статистики, оказывается, именно сельское хозяйство занимает первое место по регистрации товарных знаков. И еще очень кратко хотелось бы поговорить о семенах, о сортах растений. Это, в принципе, в мире была очень спорная тема. Как бы, создатели новых растений, разработчики, селекционеры очень долго бились за право вообще защищать свое такое нематериальное имущество, свой интеллектуальный труд, вложенный в растения. И тут встречалось огромное сопротивление со стороны общества. Потому что общество считало, что это как-то аморально запрещать, присваивать себя какие-то сорта растений, если, допустим, часть населения земли голодает. Также многие считали, что сорта растений – это как бы достаточно природно, и человек не обязан вмешиваться в создание новой картошки или нового сорта винограда. Однако, все-таки это не так. И в моем понимании, большинство сортов растений, которые мы сейчас употребляем, это все-таки появились благодаря вмешательству человека. И на сегодняшний день мы видим огромнейший рост в регистрации, именно в подаче заявок на сорта растений, потому что фермер, ну, как бы фермер сегодня – это уже не человек в соломенной шляпе, который стоит в поле и выращивает пшеницу. Сегодня фермер – это тот же бизнесмен. И само понятие сельское хозяйство – это все-таки относится к промышленности, где тоже создаются инновации. И есть там у меня время еще чуть-чуть? Чуть-чуть, хорошо. И я еще скажу… А, вот это я очень хотела показать. Все-таки, когда смотришь мировую статистику, мы везде где-то на последнем месте. А именно по количеству поданных заявок на сорта растений, Украина находится именно на третьем месте. Но, к сожалению, темно-зеленая часть показывает, что большинство заявок у нас все-таки подали иностранцы. Поэтому вопрос к нашему производителю. Где мы находимся? И почему такая часть у нас все-таки пропущена? В итоге хочется сказать, что, в принципе, любой инвестиционный проект и любая инновация – это, в принципе, деньги, большие деньги. И это всегда риски. И если интеллектуальная собственность никак не защищена, к сожалению, вот в нашей стране как-то это пока уходит не то что на второе, но и на третье место. Но хотелось бы все-таки предупредить. Евгения, время. Да. Что то, что, в принципе, вы защищаете, то у вас и есть в итоговом результате. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!